Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно улучшить свой слух, который теряется, либо тугоухость есть у человека, то есть одним ухом слышит хорошо, вторым ухом слышит плохо, либо общее снижение слуха. Но больше по односторонней потере слуха сейчас буду рассказывать. Смотрим. В одном из видео я показал, как поправить себе мозги, как отработать череп себе. Сейчас коротко повторюсь и добавлю кое-какие из техник. Кстати, то видео вот здесь, тут еще гормоналку можно поправить. А теперь на примере потери слуха, либо снижение децибельного диапазона слева. Допустим, слева, просто буду вам эту сторону показывать. В первую очередь, кость слуховая это височная кость. То есть у нас слух и сам ухо состоит из трех частей. Это наружнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Так вот, чаще всего страдает среднее ухо, те самые звукопроводники, которые и непосредственно изменяют свою позицию в тот момент, когда череп, именно височная кость, начинает либо съезжать назад, либо вперед, либо вниз, либо вверх, либо вперед, либо куда-нибудь она в общем может съехать. Находим вот эту вот мышцу, грудинно-ключично-сосцевидную. Это наш ориентир, по которому мы как по ступенькам ползем и доходим до вот этой вот косточки за ухом. Так вот, эта косточка за ухом, сосцевидный отросток. Вот этот отросток образовался за счет того, что мышцы тянут, его вытягивают. И нам вот этот весь отросток сосцевидный надо промять и вот намять, наминая, вы найдете здесь какую-либо болевую зону. Сюда крепится грудинно-ключично-сосцевидная мышца, сюда же крепится ременная мышца головы и шеи даже частично. В общем, вот этот вот участок нам надо прям отмять. И тут же прям под этим сосцевидным отростком, если чуть ниже спуститесь, вы тут уже первый шейный позвонок даже можете нащупать. Вау, вы еще коррекцию Атланта себе сейчас сделаете. Поэтому прям вот под этот отросток вы залазьте и начинаете массировать. Нашли больную точку, массажируйте до уменьшения болевых ощущений. Именно с той стороны, где слух снижен. Поработайте так немножко. И вот так где-то 3-5 минут с этой стороны работаете. После этого сделайте просто банальную голову. Подвигайте вперед-назад, вправо-влево, наклоны направо-налево. И после этого делаем следующее. Беретесь просто вот двумя руками, ложите себе на голову. Вот таким вот образом. То есть чуть выше ушной раковины. Поставили руку так. И сейчас начинаете сдвигать свой шлем черепа в одну сторону и в другую сторону. И во время сдвигания туда либо сюда, обратите внимание, в какую из сторон у вас слух улучшается. То есть сдвигаете вправо и прислушиваетесь. Вроде как ухо открылось. Или наоборот, сдвигаете влево и слышите, что звук стал чище. То есть в ту сторону, куда вы сдвинули свой шлем черепа и слух стал лучше, в ту сторону вы замрите и держите именно фасциальный шлем черепа так. До каких пор надо держать? Обычно на это уходит от одной до двух минут. Но оптимальным и самым таким лучшим показателем будет являться, когда под вашими ладонями голова начнет пульсировать. Прямо под ладошками вы почувствуете стуки артерии. Либо, следующий вариант, у вас фасциальный шлем начнет как будто бы скользить по черепу в ту сторону, куда вы его тянете. То есть в один момент он прям поплывет и у вас руки чуть ли не на следующее ухо налезут. И после этого вы опять как будто натыкаетесь на шлагбаум и руки начинают проситься в другую сторону. Техника чисто остеопатическая. И после этого опять же оцените, стал ли слух лучше. Пользуйтесь на здоровье!